Еще большой плюс, как мне кажется, в этой системе низшего обслуживания, первого уровня своего семейного врача, у каждого пациента есть возможность поменять врача, если он каким-то образом недоволен. То есть он может это сделать два раза в год. Причем все эти услуги, вообще все медицинские услуги, привязанность к контакту с врачом, они все компьютеризированы. То есть человек на специальном сайте Хелса, здоровья, он может вообще посмотреть весь список врачей Норвегии, которые получили лицензии в качестве работы в Фослеге, и может выбрать любого из этих докторов. И для этого только достаточно выбрать и отправить эту информацию. Через какое-то время, по-моему, в течение недели-двух это все откорректируется, и ты уже непосредственно будешь обслуживаться этим доктором. Потом очень удобно, вне зависимости от того, где живет человек, даже в каком-то небольшом населенном пункте, ему не нужно для того, чтобы сдавать анализы, идти куда-то в специальное еще место ехать. Он может в этом же своем медицинском центре, где сидит его семейный врач, в лаборатории сдать анализы. И эти анализы, они только берут, но результаты, эти анализы также отправляются в какую-то большую клинику, в Тавангер, например, там они производятся. И результат, пациент, например, если что-то не очень, какие-то показатели хорошие, то его фаслеги отправляют ему по электронной почте специально, называется пациент, информацию, что у вас там, допустим, какие-то показатели высоковаты, какие-то недостаточные. И он может также тебе порекомендовать заказать встречу с врачом, или может сразу написать, что я вам рекомендую принимать, допустим, препарат железа, или там витамин D, или витамин С, как в такой-то дозировке. А, и что интересно, что когда всё хорошо, то они не тревожат, они даже не тревожат тебя никаким входящим письмом, потому что если всё хорошо, зачем? Да, совершенно верно. И ещё очень удобно, у них так называемая система электронных рецептов. То есть ты у врача, находясь в кабинете, когда он тебе прописывает какое-то лекарство, поскольку всё это компьютеризировано, он туда вписывает все эти рекомендации, и ты приходишь в любую аптеку Норвегии. Безо всякого документа. Абсолютно. Тебе только нужно иметь твоё удостоверение личности, что ты это ты. Ты называешь свой номер персональный, дату своего рождения, и у них сразу на экране провизор видит, какие лекарства тебе выписаны, в какой дозировке и так далее. Он сразу тебе этот препарат выдаёт, и оплачиваешь. И на препарат очень удобно, сразу приклеивается такая вот бирочка, где написано твоё имя, название лекарства, от чего это лекарство, как его принимать. Это очень удобно даже дома в семье, потому что, например, никто случайно не выпьет какие-то таблетки, которые ему не выписаны. То есть вот это всё очень тоже продумано. Да, и удобно то, что если, допустим, тебе нужно опять получить направление на этот, к примеру, витамин какой-то, который по направлению врача выдаётся, то не нужно к нему опять идти. Я по интернету это делаю. Да, и причём этот рецепт, как правило, который выписал врач, он действует здесь в течение года. Это очень удобно. Если тебе нужно, например, докупить какой-то препарат, то тебе не нужно тоже каждый раз связываться с врачом, а этот рецепт действует год. Ты можешь прийти в аптеку и купить нужное тебе лекарство. Спасибо большое, Олечка. Да, будьте здоровы. Да, будьте здоровы. Спасибо.